Пик-пик-пик-пик-пик-пик А ветерочек-то 115 километров в час Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик Здравствуйте, глубоковажаемые любители лётных видов спорта Мы в Ниэбе на высоте 5500 метров И посмотрите, какая потрясающая красота на ваших голубых украинах Вот видно Средиземное море Я попробую сейчас приблизить немножечко Вот сейчас Главное, с волны не словиться Вот, отражается в лучах Средиземное море Это с одной стороны такая видимость плавненькая Это безмонтажное видео Видите, как я веду кадру красиво Ровненько Вот теперь с другой стороны А с другой стороны, конечно, ещё веселее Вот вам сейчас видно все Альпы Возьмешь ручку, вот таким курсом пролетишь немножко? Ага, хорошо Давайте по порядку Начнём с Монблана Вот он, красавчик, торчит Хорошо сейчас видно Тебя немножечко опять всё уменьшим, чтобы всё попало И я пояснил Вот крыло сейчас показывает Вот гора Монте-Виза там сзади немножко торчит Вот Это в Италии Чуть вправо крен сделай Вот она, итальянская Монте-Виза Вот за той 4 километра А дальше вот она вся Дуга-Альп Вот Монте-Виза Вот он Прямо по курсу сейчас Монблан А вот где-то здесь Вот на горизонте Вы видите, чуть правее отворачивай Правее, 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 правее Ой, левее Все на самом И сам ученика запутал Я сейчас подвергну Да Сейчас вид на Швейцарии у вас будет Давай сейчас влево И убирай крен по прямой пока Так Вот давайте Вот он Монблан ещё раз Вот Если Почему не фокусируемся Я ещё тот специалист по съёмке Вот сейчас она сфокусировалась И веду правой рукой Вот там на горизонте уже швейцарские горы То есть это удаление Вот самым последним гор на картинке Где-то 250-270 километров То есть представляете, какая видимость На 270 километров сегодня видимость Альфа Я в глубочайшем восторге пребываю Потому что, наверное, впервые за Вот здесь я в 2011 года летаю Вот 12 За столько лет 12 получается уже Я первый раз вижу настолько далеко всё Как правило, в волну, которая сейчас есть Это волновой процесс Раскачка атмосферы из-за сильного ветра Который сейчас, я как говорю, уже 115 километров сейчас дует Вот из-за этой раскачки атмосферы Мы ловим восходящую волну, которая уносит нас на такую высоту Видите, почему вот этот писк противный, пик-пик-пик Это я не дышу Ну, я говорю ртом и не вдыхаю носом А через нос я получаю порцию кислорода на вдохе И поэтому у меня даже голова уже начинает немножко кружиться Так что ролик будет Постараемся не очень длинный его сделать Но покажу вам всю красоту Кислород, вот дозатор у меня Вот там внизу у меня баллон Можете посмотреть сколько у меня кислорода Осталось вам писать в комментарии Не пора ли в околу менять баллон Легкий вправо поворот Небольшой сделай крен, градусов 5 Вот сейчас крыло покажет вам на город Гренобль Я вам опять же город Гренобль покажу Вот он в конце долины Хорошо виден Слишком большой крен, поменьше крен Там такие красивейшие три озера Ой Это уже, кстати, не я вел Камеру, а сам телефончик такой творит Опять вид на Монглан Ну, в принципе, скучно То есть, имею в виду, что вид этот Он, конечно, потрясает воображение Но видео про него снимать, я думаю, скучно И вы сейчас немножечко полюбуетесь Я вам что-нибудь такое веселое еще расскажу И на этом мы закончим Что из веселого? Моя ручка сейчас Во-первых, внизу у нас находится горнолыжный парк На котором сейчас катается куча лыжников Лыжников им не покажу Слишком высоко Обсерватория Самая большая в Европе Вот озеро Сирпансон Какие у нас планы на будущее Попробуем перелетим Сейчас вот прямо по курсу Заповедник Экранс Туда перескочим И дальше попробуем там волну взять Ну, конечно, ветер в 115 км в час Очень затрудняет путешествие Потому что вжарил 200 км в час Вроде кажется, летишь Эгегей А на самом деле жалкие 8 км в час Плетешься И вот этот набор Волна почему-то слабая Мы думали 5800 набрать Ну, набрали С большим трудом 5500 Актуальная высота Сейчас покажу, может быть Как можно зависать на месте Значит, видите, меня сдуло с волны Надо в нее пробиться И потом я могу зависнуть А как зависнуть? Ну, при скорости ветра 115 км в час Вы прекрасно понимаете Что можно сделать скорость 100 и 15 км в час Лететь хвостом вперед Сейчас я вам этот процесс продемонстрирую Планер же мы можем спокойно разгонять Ну, вот до 180 Я разгоняюсь В одно с планету Начинает все шуметь Вводит изолента Ну и да, мы сейчас немножко Вот загорелась красная надпись Оверспид Дело в том, что Планер на высоте У нас же показывает Планертикатор воздушную скорость А наша реальная скорость Из-за разрезанной атмосферы Значительно больше Вот, запели приборы Вот, вошли бы в волну Ну, и теперь давайте Я вам покажу Как планер останавливается в воздухе Я вот сейчас уменьшаю скорость И картинка сейчас провернется Мы полетим хвостом вперед Получилось? Вот, зараза Не получилось А, получилось Вообще все исчезло Быть посеряли же ПЕС-сигнал Ну, давай Пик-пик-пик-пик-пик Ну, видите, да 116 км в час Левый нижний угол Скорость ветра Надо закрылок, наверное, переставить Ну, ладно Не буду Могу так делать И делал Сейчас столько времени терять Так, что же вам такого еще интересного Здесь показать Рассказать Мой друг сейчас На Монблане Занимается Точнее, хотел тренировать лыжников Написал Волков Райдас Что Сдувает скамейки Запоры И так далее И кататься невозможно Мне интересно Все это катается ли у нас Ну, внизу ветер послабее Вчера был уникальный случай Когда Мы в волне летали С планером Свифт Это Сверхлегкий планер На котором Можно даже с ног Стартовать Про него Я вчера снял ролик Выложу обязательно На канал Так вот Этот плодирочек легенький С маленьким электромоторчиком Вчера попал тоже в волну Ветер был тоже 100 км в час Но вчера было уникально У земли не было ветра И сегодня, кстати У земли был Штиль практически То есть Мы взлетали Ветра нет То есть Та самая погода Когда еще можно Вот сейчас Аэродром вам наш покажу Когда можно взлететь Ну, рано утром Потом Вот эта термичка Там Аэродром Перемешивает Все В воздухе И Вот этот ветер Сильно опускается Ближе к земле Но с утра Его нет И если взлететь Рано по утру То можно даже На таком Что-то типа Дельтаплана Ну, свифт Он немножко получше Дельтаплан У него качество 27 Но Вполне себе Вот Летал целый день Мой друг Жак Что интересно Мы Сфотографировались Вместе с ним И Я ему Прямо с неба Фотографии посылал А он Мне потом Ну, я приземляюсь уже Вечером И поздно На закате Приземлились Жака нет Думаю Вот это Да, сдуло Ему куда-нибудь А он Ну, и тут Тренькой телефон Приходит сообщение Что не волнуйся То, что я не в Ангаре Я говорит За мной все хорошо Я просто полетел Фарм ремонтировать Он еще на соседнем Аэродроме Недалеко Преземлился от нас Что-то у него случилось Оборудованием Электрическим И он Решил отремонтироваться там Ну, в такую погоду Это, конечно, подвиг Так, ну что Что бы такого вам еще показать Хотите петлю на такой высоте в волне Хочешь петлю? Я Включаю видео Да, давай Включай видео Дорогие, давайте Так как скучно Делать особо нечего Вы всегда радуетесь Когда я какую-нибудь петлю кручу Давайте Три-пяти в волне И как раз Тайминг ролика выйдет на 10 минут Что любит YouTube А вы пишите какие-нибудь комментарии YouTube любит комментарии Расшаривает видео лучше Мне все равно Но таким образом Видео смотрит больше людей А мне, честно говоря Когда смотрят Особенно радуются Позитиву Очень приятно Итак Петля с видом на манглан Погнали Сейчас верхняя точка Скоро спадает 80 Сейчас начнет опять расти Отлично И теперь Моя морда И будет скорее всего Невесомость Потому что я Чуть-чуть не добрал скорости Нет Невесомости не было Не получилось Хорошо получилось Все Не, а я не хочу Невесомость Зачем нам потом Нюхать бензин Вот вам Три петли в волне Ну и наверное Что еще хотите Сваливание Давайте Сваливание сделаем Закрылок на 5 Поставлю Посмотрим С весом моего ученика Валится этот параплан Ой, планер или нет Вот сейчас Валится Ну, валится, кстати Сколько ты весишь? 90 90, да Ну, видимо Все-таки То, что Высоко Может быть Из-за этого Так-то В принципе С 90 Должен просто Парашютировать Давайте еще раз Вот маленькая скорость Парашютируем Ну да Опускает нос Вот он не сваливается А теперь Если отдам ногу То он свалится в штопор Ну, давайте Полу-виточку сделаем Давайте Для приличия Посмотрим Нет ли никого внизу Потому что Конечно Вряд ли Здесь кто-нибудь Еще летает В такую погоду На фарме У меня никого нет Теперь Тем более Место нетипичное Обычно За Пильдебюром На моей волне Стоим Сегодня волна такая Специфическая Но Никого нету Хорошо А то дело Сваливаться Другое дело Крутиться Ну и смотрите Еще раз Сейчас я вправо Попробую дать ногу Вот он Висит 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 Не получилось Нос Пускает Давайте еще раз Динамический вариант Ручка до упора На себя До упора И нога правая Пошла И выскакиваем Как пробка Из бутылки Вот такое Классическое Сваливание Если бы я Продолжил держать ногу Нас бы завращало Но Не хочется мне Сливать высоту Которую У меня сейчас И так Ученик Обругает Наоборот Нет То что высоту Я тебя 200 метров Твоих потерял Он так Кропотливо Набирал Вы видели Как он старался Да Что здесь Хочешь сказать Глубок уважаемым Любителям Летных видов Спорта Налево Посмотри Солнце светит В глаз Солнце Сегодня Офигенно себя чувствую И очень Все нравится Да К третий день Мы летаем Представляете Вот на третий день Такое счастье Свалилось Вот Ну что же Друзья На этой позитивной ноте Буду дышать Носом Кислородом А то Ртом Только трынчу Кислорода Получаю мало И так До новых встреч Глубок уважаемые Любители Летных видов Спорта Йуху До новых Позитивных Роликов Глубок уважаемые